Сережа, добрый день. Да, добрый день, Наташа. Как обычно в это время мы на связи и говорим о том, где деньги. Ну, бюджетный отчет, давайте прям с него начнем. Что там выполнено, что не выполнено и так далее. Как мы знаем, 4-го, я приветствую всех, кто с нами. 4-го числа, как мы знаем, 4-го февраля надвигается на правительство некий промежуточный отчет, когда Владимир Зеленский будет смотреть, а что же удалось сделать, а чего не удалось сделать. И якобы после этого отчета будут какие-то кадровые решения. Ну, конечно, мы не смеем даже думать о том, что Кончарука могут подвинуть и уволить. Я вчера, кстати, спрашивал на эфире одной из депутатов фракции «Слуга народа». Она сказала, что депутаты проводили тестовое голосование. И выяснилось, что даже половина голосов фракции не набралось за то, чтобы уволить Кончарука. А почему, Сергей? Как вы это объясняете? Я это объясняю главным образом тем, что лобби «Сарасяд» работало и работает. То есть у нас складывается же впечатление, что Владимир Зеленский привел всех этих людей, и он единолично является их генералом. На самом деле партия «Слуга народа» это же акционерное общество, в котором известные люди имеют пакеты акций. Вот, например, у Игоря Коломойского известно там несколько десятков человек. Пугают тем, что у него чуть ли не 80. На самом деле там по другим оценкам порядка 30. Также есть некая группа Павлюка, о которой недавно писал Антон Поляков у себя в Телеграм-канале. Но самая крупная группа – это так называемая «Сарасяд». Группа Пинчука. Да, это группа, ее называют группой Пинчука. Понятное дело, никто до Давоса, никто не знал, как это доказать. Но как только Виктор Пинчук повез за счет своего фонда депутатов партии «Слуга народа» в Давос, многие вещи встали на свои места. То есть эта группа Пинчука, она реально существует. И она реально работает таким образом, что блокирует действия президента Украины. Вы знаете, что меня потрясло? У меня вчера был, как я вам рассказала до эфира, было интервью с Корниенко, который является главой партии «Слуга народа». И когда у него спросила, он не скрывает, он говорит, да, за счет Пинчука ездили депутаты, это не секрет, дескать, это не инсайт. И когда я у него спросила, вам не кажется, что это коррупция? Он сказал, нет, а почему? Более того, мы не обязаны вносить, за чей счет мы ездим на крупную форму, мы не обязаны это вносить в декларацию. Как не обязаны? Обязаны. Я очень удивилась, почему он этого не знает, а вы обязаны. Потому что так можно вообще все, что угодно делать за счет олигархов и не вносить. Нет, 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 мы не обязаны. Ну и что из такого? Это что Пинчук заплатил за командировку Верховной Рады. За командировку Верховной Рады должна платить аппарат Верховной Рады вообще-то. Ну вот как-то так. Общий уровень такого. Да, вы знаете, мне вспоминается начало эпохи Путина. Я в какой-то книге читал, с чего начиналась крупная коррупция в России. Так вот, она начиналась не с того, что Димон ставил себе дачу. Она начиналась с того, что чиновники боялись брать деньги, но их постепенно приучали к дружбе с олигархами. Начиналось все с того, что чиновников вывозили на отдых. Например, на яхту олигарха, на виллу олигарха. То есть он просто оплачивал отдых семьи чиновника. И возвращаясь в Россию, чиновник уже становился очень лояльным. Заложник. Так вопрос о том, что это начало коррупции. А потом все перевернулось постепенно, и чиновники стали руководить коррупцией. Потому что, знаете, началось все с того, что тебя свозили бесплатно, а потом через два-три таких раза ты начинаешь задавать вопрос, так, куда меня повезешь в этот раз? А потом, почему я не живу так, как ты? И вот сейчас, как мы знаем, чиновники и правоохранители являются крупнейшими коррупционерами, крупнейшими и богатейшими коррупционерами России. То есть когда у полковника какого-нибудь изымают миллиарды рублей, но мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет о том, что когда-то какой-то олигарх за свой счет свозил чиновника на отдых. Вот то же самое. Вы только не сказали о численности группы Зеленского, но хотя бы примерной. И вот насколько он действительно может в своей фракции быть хозяином? Ну, вы знаете, мне кажется, группа Зеленского – это какая-то такая микрофракция внутри этой фракции. Вот давайте посмотрим, является ли Арахамия человеком Зеленского? Нет. Он является классическим сарасенком. Да, потому что, с одной стороны, мы смотрим, он по профессиональному уровню и по уровню харизмы не соответствует лидеру фракции. Ну, то есть он – это не такой человек, который может держать всех в руке, как это, например, был Ефремов у регионалов или у коммунистов был Симонин. То есть он не является таким человеком. Он не является харизматиком, как Юлия Тимошенко. Но, тем не менее, каким-то образом все держится. Это означает, что эти люди скреплены какими-то, знаете, другими скрепами. И вот, в частности, эти скрепы проявляются в том, что правительство Гончарука – это же тоже сарасенка. И вот, правительство Гончарука… Понимаете, в чем обман состоялся Зеленского? Зеленского в чем обманули? Хитрость была в том, чтобы он поддался уговорам и назначил правительство сарасенка. Вот все. С этого момента ситуация блокируется, потому что уволить их ему не позволит. Все. Дальше власть реальная уходит из рук Зеленского, потому что сам Зеленский находится в плотных объятиях Богдана, который тоже является уже, насколько мне сказали, он тоже является участником лагеря сарасенка. Он не был, но он пришел и начал смотреть по сторонам, а что мы имеем. И вот тут он начал смотреть. У него есть вариант выступать на стороне Зеленского, махать шашкой и сражаться с витринью Милли. Второй вариант – опираться на группу Коломойского, которая хочет многого. Мы знаем аппетит Игоря Валерьевича непомерно. Третья – опираться на непонятно еще на кого. И тут, скорее всего, к нему пришли некие заросята. Непонятно кто. Может, кто-то из американского посольства. Может, кто-то еще. Может, какой-нибудь Абрамарич. И он говорит, посмотри, милый друг, какие у нас возможности. У нас тысячи людей в медиа, тысячи людей во власти. У нас уже штабы при каждом министерстве. У нас уже все есть. Опирайся на нас. Мы будем поддерживать тебя. Ты будешь поддерживать нас. Мы будем братья. Будем любить друг друга. И вот все-все-все-все в этом духе. Таким образом, Владимир Зеленский сейчас, человек, которого избрал весь народ Украины, ну, 73% – это весь народ. И Владимир Зеленский оказался в блокаде, потому что он окружен людьми, которые на самом деле являются представителями совершенно другой силы. И когда говорят о том, что он может уволить Богдана, вы знаете, мне не верится в это, потому что я уверен, что со всех сторон Владимиру Зеленскому говорят – не увольняй Богдана. Почему? Почему Богдан человек, который устраивает всех? Вы знаете, тут, наверное, все сошлось. У нас, кстати, чуть-чуть прервалось изображение. Вы меня нормально видите? Да. Хорошо. Богдан устраивает всех почему? Потому что он очень плотно контролирует Зеленского. Но поскольку они друзья, и Зеленский думает, что он может легко контролировать и просчитывать Богдана, то Зеленский его не убирает, потому что любой альтернативный человек, любой альтернативный кандидат – это все-таки меньше контроль. То есть тут Зеленский боится отбросить, скорее всего, знаете, вот эту вот саму иллюзию свою о том, что он что-то контролирует. Вот, соответственно, Богдан, находясь возле него, является идеальным, просто идеальным управляющим. То есть они получили в управлении целую экономику. Крупная страна, размером с Францию, с Германией, все еще с большим населением. То есть с этой страной можно многое делать. У нас много ресурсов, у нас хорошее положение, у нас классные соседи, с которыми можно торговать. Вот мы на пересечении России, Евросоюза, Турции, Ближнего Востока. У нас уникальное положение. То есть со всем этим можно работать. Но, как мы видим, правительство Сарасяд совершенно другие приоритеты. И вот мы приходим к выполнению бюджета. Так вот, свежая статистика на 28 число. По большому счету за несколько оставшихся дней мало что изменится. Свежая статистика. За 28... По состоянию на вчерашний день, на 28 число, таможня исполнила план на месяц на 57,5%. Таможня не добрала 11 миллиардов гривен. Потом, налоговая. Налоговая вроде бы как выполнила план, но есть тонкости. Во-первых, план занижен. Как вообще поступают уже с давней поры, еще со времен Ющенко, министры финансов, налоговики и все-все-все. Для того, чтобы их не отчитывали за невыполнение плана. Что они делают? У нас, например, стоит годовой план, нужно забрать 100 миллиардов гривен. Теоретически, давайте скажем 120. Теоретически это означает, что в месяц мы должны собирать 10 миллиардов. А мы ставим на январь план 5, на февраль план 6, на март план 8 и так далее. То есть у нас вместо того, чтобы мы каждый месяц собирали по десятке, мы ставим заниженные планы. И мы каждый месяц отчитываемся, что мы их перевыполняем. То есть мы поставили план 5, а выполнили на 5,5. Мы пишем, план по сбору доходов перевыполнен на 10%. Ура! И премия. И вот то же самое продолжается практически до декабря. А в декабре наступает неприятная ситуация, когда становится понятно, что денег не затыкать эту дырку непонятно чем. Именно так получилось в декабре 2019 года. Мы не должны забывать, что это было вот-вот совсем недавно. В декабре 2019 года был сумасшедший недобор. Порядка там, я думаю, больше чем 30 миллиардов гривен. Но что-то сумасшедшее. При том, что правительство каждый месяц до этого отчитывалось, что оно перевыполняет план по сбору. Вот таким вот образом. Просто занижая план. И возникла ситуация, где что же мы будем делать с оставшим... У нас, если нет денег, мы не можем финансировать целую кучу вещей. Мы не можем финансировать ремонт и школ. Мы не можем вкладывать в ремонт дорог. Мы не можем даже, ну, понимаете, делать те базовые вещи, которые мы как государство обязаны сделать, чтобы не развалились, чтобы не обваливались потолки в больницах. Ну, понятно, да. Что сделало правительство? Если вы вспомните, оно сделало две вещи. Первое. Произошел секвестор бюджета. То есть они вернули модное слово, которого, я думаю, не понимал до этого момента даже Гончарова. Они сделали секвестор бюджета. То есть они сказали... Секвестор, это означает, что, друзья, денег нет, вы там держитесь как-нибудь в следующий раз. Вот это вот называется секвестор бюджета. То есть они перестали тратить, фактически. Да. Они перестали тратить. Первое. Они перестали тратить на то, что на школы и больницы. Они перестали возмещать НДС. Тем, которым возмещали уже исправно. Они... И потом. Они... Но этого оказалось все равно мало. Нужно было еще деньги. Поэтому они начали стягивать с госпредприятий по звонку. Говорят, так, Укрзалезница, давай денег там. Ты давай денег. Эй, этот, давай денег. Нефтегаз, давай денег. И нефтегаз, получивший 2,5 миллиарда от России, он конвертировал 700 миллионов и перечислил авансом в счет прибыли этого года. Вот уже 2020-го он перечислил 16 миллиардов. Что это означает? Это означает, что в этом году нефтегаз эти 16 миллиардов уже не даст. И вот именно это происходит, происходило в декабре и происходит сейчас. То есть, они забирают сейчас, авансом, за весь год, они собирают налог на прибыль, они собирают дивиденды. И именно таким образом, я думаю, произошло вот это вот выполнение плана по налогам. То есть, на самом деле, денег нет. То есть, денег собирается недостаточно. И вот у нас два, теперь вот смотрим на картину, на государство в целом. У нас есть два главных источника наполнения бюджета. У нас есть налоговая, инструмент налоговый, который собирает с населения, с бизнеса. И у нас есть таможня, которая собирает в основном симпорт. Таможня недовыполняется. Налоговая выполняется, затягивая из будущего. То есть, она фактически рисует выполнение. То есть, у нас идет недовыполнение, на самом деле, и там, и там. О чём ты говоришь? Ну, представьте, если вы поставили, вы владелица бизнеса, вы поставили управлять своим имением завхозом. Завхоз модный, он приехал из Гарварда, у него галстук, он катается на самокате, по вашему виду. Но план он не выполняет. Да, но план, зараза, не выполняет. И вы говорите, подожди, ты не выполняешь план. Он говорит, так сейчас, секундочку, набирает кого-то и протягивает вам телефон. Вы, алё, здравствуйте, это МВФ. И вы, и вы начинаете говорить с МВФом. Вы начинаете говорить МВФом. Смотри, вы мне порекомендовали мальчика? Порекомендовали. Так вот, он не выполняет, он не справляется. Они говорят, Наталья, если вы сейчас уберете нашего мальчика, ваше имение, ваше имение захватит русский сосед. Его зовут Вова. Он очень злой. У него есть танк. Он приедет и всё захватит. Этого нельзя делать. Вот я думаю, примерно на такие разговоры. Я говорю, я говорю, ну слушайте, ну я же мне не на что жить. У меня бизнес как бы говорит. И ничего, мы тебе дадим немного денег. Мы тебе дадим немного денег, но мальчик наш галстуки, пусть там ходит, он нам нужен. Не-не-не, они говорят даже круче. Они не говорят дадим денег, ведь у нас, заметьте, программы с МВФ так и нет. Вот помните, весь год прошлый было только разговоров, что сейчас придет новое правительство и быстро заключит новую программу. Прошло 6 месяцев, программы нет. Это же гениальная разводка. Программы нет. Что они нам говорят вместо этого? Слушайте, так возьмите в долг. Выпустите облигации, возьмите в долг. Выйдите на внешние рынки, возьмите долг. Вы говорите, зачем мне брать долг? У меня вообще предыдущий завхоз, который был кривой и косой, он вообще был из Винницы. Он собирал, он собирал все исправно. При том, что я знаю, что он воровал безбожно. Они говорят, наш лучше. А вы говорите, а где деньги? Они говорят, подождите. Выдите, возьмите в долг. Вы подождите. Меня предыдущий собирал, мне не надо было одалживать. Они говорят, наш хороший. И вы понимаете, что в этот момент какой-то такой идет когнитивный диссонанс. И вы говорите, тогда я его уберу. Они говорят, подождите. Наблюдательный совет вашего поместя под названием Верховная Рада против. Вы не наберете нужное количество голосов. Мы сейчас пригоним сумасшедших крестьян, борзеющих доярок, и они начнут устраивать вам митинги, чтобы вы не убирали этого парня из Гарварда. И вот этот абсурд, он же разворачивается на наши глаза. Но мы просто не замечаем, что это абсурд, потому что для того, чтобы понять, нужно вот так вот это видеть, как то, что это ваше хозяйство, наше хозяйство, да, и просто во главе этого хозяйства сидит такая вот банда интересных персонажей. Вот, кстати, про абсурд и банда. У меня на этой неделе случился заочный спор с Мустафой и наимом. Почему заочно? Потому что я пишу посты, а мне, как передают, он на них очень сильно обижается. И на очный спор он не выходит. Уже много лет он говорит, что мой электорат, мои поклонники, мне верят, я им рассказываю, как обстоят дела и так далее. А зачем мне приходить к ней? Что я от этого буду иметь? Вот как бы такой идет диалог. О чем речь, на самом деле? Он написал огромный пост о том, что как Украинбранпрому нужен наблюдательный совет. И вскоре у Украинбранпрома он действительно появится. Конечно, он будет из иностранцев. Я очень удивилась. Я спросила, а зачем Украинбранпрому, который входит в ВПК, военно-промышленный комплекс, совет из иностранцев? Там все-таки военная тайна есть и так далее, и так далее. Кто будет отвечать за то, чем там занимаются эти люди? Что они узнают? Какие они дают советы? И что мы делаем? Кто вообще ответит за это? За все, потому что предыдущий опыт показывает, что чем бы ни занимались здесь иностранные нанятые служащие, начиная от Украфтодора, Укрзалезныцы, полиции и так далее. Эти люди ни за что не отвечали. Они обогащались, скажем, прямо, да, они выполняли какие-то лоббистские задания, как Наталья Арийска, и они благополучно, не хочется говорить никакие-то нецензурные слова, скажем так, уезжали кто куда, да, уезжали на Запад. Поэтому, ну и фактически, я считаю, что введение Национального Национального Совета это фактически ползучая приватизация без единой копейки денег сдачей иностранцам концессии наших предприятий, потому что у них очень большая полномочия права внутри этих предприятий. Они могут выписывать премии такие, как Кобалеву выписали, Ветренко, они могут приостанавливать какие-то проекты, они могут лоббировать те проекты, которые нужны, там, скажем, западным каким-то бизнесменам, которые имеют отношение к этому бизнесу и так далее. И вообще, что происходит на самом деле? Никто не хочет выходить на прямую дискуссию ни такие, как на ЕМ мелкие лоббисты, ни премьер, ни кто-либо еще, никто из людей, которые за это отвечают, не хочет выходить в прямую дискуссию и сказать, кто ответит вообще за все это. Ну, давайте, вы хороший вопрос подняли, для чего это все делается. Давайте обратим внимание на вот недавний случай увольнения главы Укрзалезницы. Что на самом деле произошло? Сначала начнем с медиакартины. Нам преподнесли, что Кабмин уволил Кравцова, главу Укрзалезницы. За что уволил, непонятно. Вот как бы непонятно. Вот вроде бы все хорошо, его уволили. И пытаются журналисты гадать на кофейной гуще, за что же уволили Кравцова. Достают старые архивные видео и фото с тараканами, с дырками на постельном белье, с текущими потолками в туалетах поездов. И, в общем, пытаются подумать, придумать, что это произошло из-за этого. Так вот, это произошло не из-за этого. Кравцова уволили, уволил не кабинет. Вот это то, что боятся произносить в новостях. Потому что, если это произносить, нужно, знаете, говорить много вещей, которые проистекают из этого дальше. Кравцова уволил не кабинет министров, его уволил наблюдательный совет Укрзалезницы. Вот теперь обращаем внимание, что это означает. Крупнейшая по масштабам, по объему, вся сеть, вся Украина покрыта железными дорогами. Крупнейшая в Украине монополия, государственная, на самом деле управляется наблюдательным советом, в котором из наших соотечественников только один человек, Сергей Лещенко. Все остальные иностранцы. И то, скажем прямо, что Сергей Лещенко не наш человек. Он как представитель вот этого коллективного сорса, человек, который давно уже работает на западный капитал, на самом деле. Очень давно. Я просто, мы с Сергеем и с Мустафой бывшие коллеги, поэтому я к ним отношусь вот очень лично тепло. Мне очень лично нравятся эти ребята. Поэтому я в этом смысле заангажировал. Я в хорошем смысле. Я бы не хотел вот именно их обсуждать, потому что для меня они все-таки навсегда Сергей и Мустафа, которых я всегда лично рад видеть. Самое интересное, что лично я к ним, как вам сказать, не отношусь плохо в том смысле, что я их не знаю лично. Я только наблюдаю за тем, чем они занимаются. Ну, это такой обмен репликами. Да. На самом деле очень симпатичные люди. Ну, это мое искреннее к ним отношение. Теперь вот, что касается НАП-совета. Так вот, уволил Кравцова НАП-совет. Почему уволил? Вот это все якобы покрыто мраком. Ну, если мы вспомним буквально события прошлой недели, когда Украин-Залезницу решили отдать в управление Deutsche Bahn, это государственная немецкая железная дорога, то многие вещи становятся на свои места. Вот в управление Deutsche Bahn Украин-Залезницу отдают по экспертному заключению, которое сделал до этого Европейский инвестиционный банк, если не ошибаюсь. А он это сделал по договору, то есть договор с Европейским инвестиционным банком заключило украинское правительство, профинансировало это, скорее всего, Украин-Залезница, и этому банку поручили отобрать внешнюю управляющую структуру для Украин-Залезницы. То есть эта история тянется еще оттуда, еще от Порошенко и Гройсмана, если не от Еценюка. То есть это давняя история попадания Украин-Залезницы под внешнее управление, потому что закон о НАП-советах независимых приняли, если не ошибаюсь, году в 2017. И с тех пор начался медленный такой ползучий процесс, где сегодня независимые НАП-советы имеют десятки крупнейших государственных предприятий. И прямо сейчас такие же НАП-советы, например, получают монополии Киева. То есть Киевводоканал, в нем формируется такой же НАП-совет. И вот во всех этих структурах. То есть о чем идет речь? О том, что под управление НАП-советов берут крупнейшие компании Украины. Что это означает? От кого они независимы? Они независимы теперь от государства, от правительства. То есть формально они принадлежат государству. И формально они должны подчиняться распоряжениям правительства. То есть руководитель правительства должен назначать или снимать Кравцова. но руководитель правительства Гончарук стыдливо сказал, что мы согласовали. И никто не понял. Все подумали, но он уволил. Мы как бы по традиции подумали. На самом деле он согласовал. То есть он поставил типа окей, я понял, что вы уволили Кравцова. О чем это говорит? Тут есть и плюс, и минус. Плюс независимых нам советов в том, что раньше было как? Раньше приближался конец года и условный министр финансов, условная Оксана Маркарова понимала о бюджете дырка. И мы не знаем как ее закрыть. И начиналось этот оправился телефон. Украинская залезница срочно 14 миллиардов в бюджет. Нефтегаз срочно 20 миллиардов в бюджет. Ричфлот срочно вот это. Теплоэнергия срочно вот это. И все скидывали с деньгами по звонку. Неважно есть эти деньги или нет. То есть очень часто одалживали деньги в банках для того, чтобы перечислить в бюджет. То есть это была типичная история под конец каждого года, когда государственные монополии получали кредиты в банках и перекидывали в бюджет. Так вот, сейчас эта история по большому счету пресеклась. Им ставят в начале года этот план и потом министр не министр, премьер не премьер, президент не президент. Кто бы не звонил с рассказом о том, что давайте срочно перекидывайте нам деньги, а вы там разберетесь. Теперь это не играет. Теперь им говорят так, сори, вот у нас договор, вы написали и вы идете к чертовой матери. В этом смысле это позитив, потому что недавно совершенно вот когда пытались снять дополнительные деньги в частности с Украинской Залезной это удалось отбить. Это позитив. В том теперь негатив. Все было бы хорошо, если бы вот эти советы работали в этом смысле на государство Украины. То есть, если бы они не давали правительству разграбить Украинскую Залезную нефтегаз, чтобы эти компании развивались, чтобы не сейчас в Украине ремонтировала вагоны, обновляла, убирала тараканов из дырявого белья, понимаете, да, чтобы люди, чтобы мы убрали наконец плацкартные вагоны в принципе как класс, чтобы люди начали ездить в нормальных поездах. То есть, вот это тогда действительно работа на Украину, где мы говорим правительству «Сорян, никаких больше налогов, мы закупаем у Крюковского завода там 100 вагонов». Да, я это понимаю, но на самом деле этого же не происходит. Происходит что? Происходит то, что эти компании Украинской Залезной готовят, например, под приватизацию. Именно для этого привлекается Deutsche Bank, для того, чтобы понятная структура немцев вошли и четко настроили процедуры, ввели программы, ввели какую-то систему управления для того, чтобы тот европеец или американец, который захочет потом купить грузовые перевозки в Украине, он пришел и он четко понимал на какую кнопку давить. То есть, на самом деле у Крюковского Залезной грузовые перевозки уже приватизировали, просто об этом еще никто не знает. Ее приватизировали и оставаясь государственной, она из государственной. Когда я называю это ползучей приватизации, я абсолютно права. Точно так же с нефтегазом готовят и все остальные. Да, то есть, компания остается государственной, но ее уже причесывают под новую сутку. То же самое с нефтегазом. Ведь много кобалевых витринок рассказывают. Более того, государство туда перестает пускать вообще в эту компанию. Говорят, вы что, закройте дверь с той стороны. Да. Вы понимали, государство и правительство уже много-много лет не имеет доступа к контрактам, которые заключает нефтегаз. Никто не имеет. Когда-то при Януковиче в нефтегаз приходили с Альфой. Думайтесь, Альфа заходила в нефтегаз для того, чтобы потребовать эти договоры. И то, похоже, именно в тот момент они ничего не получили. То есть нефтегаз это уже отдельное княжество. И что? Но тогда хотя бы существовали рычаги воздействия. Условно, президент Янукович мог снять руководителя нефтегаза Бакулина или руководителя нефтегаза Бойко. Было такое. А что происходит сейчас? Приходит, пришел парень Кобалев под прикрытием других людей и и он говорит, что он сделал нефтегаз прибыльный. А давайте поинтересуемся, за счет чего же этот милый человек сделал нефтегаз прибыльный? А что он сделал? Подняв оплату за газ для нас с вами. То есть он начал с нас собирать больше денег. Тут же, знаете, как говорят в народе, дурное дело нехитрое. Я думаю, таким образом сделать нефтегаз прибыльный мог быть даже любой дворник Вася. Просто завтра сделайте в пять раз выше цены и все. Я всегда привожу пример с хлебзаводом. Давайте завтра сделаем хлеб, чтобы был по 300 гривен буханка и хлебзавод станет прибыльным. Страшное дело. Я хотела знать, что у вас спросить. Задать вам наивный вопрос. Мы, к сожалению, я вижу, сегодня уже не успеем поговорить об инвестициях. Перенесем эту тему на следующий раз. Но вот наивный вопрос, который я постоянно всем депутатам задаю и вам хочу задать. Скажите, можно ли взять и проголосовать сегодня в Верховной Раде закон, аннулирующий наблюдательные советы в стране Украина? Просто сделать такую революцию, чтобы вернуть фактически все крупные госпредприятия к обмину? Я, знаете, предложил бы вообще легкий вариант не аннулировать их, а убрать просто от так называемых независимых членов. То есть вот суть же в чем? В том, что на совет в принципе это неплохо. То есть оставить эту практику, но убрать оттуда всех этих непонятных Джонов, Стивов... Ну то есть сделать так, чтобы на совет могли входить граждане Украины только. Все. Например, да, и плюс убрать вот эти непонятные конкурсы. Ведь мы должны понять, что такое конкурс. Когда пришли еще на ранних этапах так называемые сарасята, они что обнаружили? Что система госуправления в Украине работает правильно. Правильно в каком смысле? Что я прихожу министром, я ставлю себе замов, а министры замы назначают руководителя департамента. То есть каждый человек под себя подбирает команду. На самом деле это правильно. Это как в армии. Я не могу идти в атаку с человеком, которого мне назначили по конкурсу. То есть эта шизофрения, она началась когда? Она началась со времен Ющенко, когда вдруг руководитель обладминистрации назначает президент, а руководителей местных УВД, СБУ назначают по линии министерств. То есть ему приходится работать с теми, кого он вообще не подбирает. И кто-то умел договариваться. Я думаю, такие вот есть люди, которые обладают этим даром. А здесь люди, которые не обладают этим даром. Это двойная система управления, где вроде бы никто не имеет абсолютной власти. Это казалось бы правильно. Но если мы говорим о том, чтобы кто-то нес ответственность, реальную ответственность, то у него должна быть своя команда. Так вот, пришли саросята и говорят, послушайте, а вы неправильно назначаете. Они говорят, мы правильно назначаем. А вы неправильно, а мы правильно назначаем. А вот давайте мы вам предложим, придумал хитрый ссоростный ум, говорит, а мы вам предложим выбирать на конкурсе. Вот чтобы и все и население такой страны. А? Что? Они говорят, смотрите, как красиво. Мы объявляем конкурс и любой человек, Вася, Петя, Коля, даже Игорь из Житомира может податься на должность руководителя Укрзалезной сети. Ведь это же правильно, это же равные возможности. Все-таки аааа, да. И такой раз, быстренько протянули это дело и появились конкурсы. Что на самом деле такое конкурс? В конкурсе самое важное не то, кто участвует в конкурсе, а то, кто отбирает. И тот, кто голосует. То есть так называемая конкурсная комиссия. А вот эту конкурсную комиссию по большому счету назначают представители правительства и представители власти. То есть самое сложное было в этой системе это стать властью. После этого ты обкладываешься разными экспертами, разными ГОшками, и ты начинаешь через этих экспертов, через эти ГОшки привлекать, например, представителей посольства, для того, чтобы они отбирали людей, которые участвуют в конкурсе. И вот сидит себе такой вот небольшой зал, в котором сидит представитель британского посольства, американского посольства, немецкого посольства, голландского. Сидят представители какого-нибудь USAID, какого-нибудь фонда Ведрожженя, или сидят представители мирового банка, в конце концов, чем черт не шут, МВФ, и они говорят, заходи, человек, так, смотрим мы твою анкету, и тут подходит какой-нибудь там, какой-нибудь центр непоощрения коррупции, подкладывает такой бумажек. А, смотри, дорогой человек, а нам тут сообщили, что у тебя есть джип Мерседес 2004 года, у него даже четыре колеса, ты как его нажил? А, так ты коррупционер, все, отклоняешься. И вот идет вручную отсев тех людей, которые там не нужны. Например, одна из любимых процедур при отборе судей, это вся прелесть судебной реформы, это тест психологический. Где сидит, приходит дева, приходят вот эти всеуважаемые люди, судьи в комнату, а там сидит девочка, например, 22 лет, ну, понятно, опытный специалист в психологии, и раздает им тесты на одном листике. В этих тестах условно там сколько полосочек у зебры, а вот как говорит лягушка, ква-ква или гав-гал? Ну, примерно такой... Он даже специально создает этот белый шум для того, чтобы вытащить из всего этого того человека, который уже давно как бы решен, что будет он, а не кто-то другой, и все. Мы же видели это замечательное письмо с вами, которое опубликовал Дубинский, где американское посольство пишет прям официальное письмо, рекомендует включить конкурс вот таких-то людей, таких-то прокуроров. Да, да. Кто право имеет американское посольство это делать? Вообще остается, так сказать, ну, в тайной за семью печатями. Я представляю себе, как украинское посольство рекомендует, я не знаю, генпрокурору Америки включить куда-либо кого-либо. Можете себе представить? Ну, конечно. Вот. А потом самое главное, что результаты этого тестирования уничтожаются и остаются только баллы. В итоге почему-то поля проходит, а вот Игорь не проходит. Хотя Игорь вроде по всем показателям круче. Хотя он вроде Житомира все-таки должен быть. Да, и он Житомир, и он честный. Он даже не коррупционер. И он действительно классный специалист. Он действительно честно отучился в Гарварде, а не так, как вот этот вот парень, который победил, который съездил на две недели в Гарвард, получил какой-то дипломчик и написал у себя учился в Гарвард. Это как бы два разных Гарварда. Но побеждает вот этот вот человек, который интересен тем людям, которые ставят человека по конкурсу. В итоге назначают непонятно кого. Но это для нас с вами непонятно кого. То есть человек явно не самых высоких показателей, но для этих людей, которые его отбирали, он очень понятный. И вот это... Он и гид влияние. Вот и все, да. Да. И вот поэтому НАП-советы нужно убирать вместе с конкурсами, вместе с некоторыми другими элементами. Нужно убирать, на самом деле, проектные офисы при министерствах. То есть нужно просто в нескольких точках перекрыть кислород. И тогда вот это вот внешнее управление, оно откуда ни возьми, вот оно, вы понимаете, оно ж... Все понимают эти механизмы, как оно работает. Но ведь если люди получают грантовую помощь, мы же понимаем, что... Ну сделайте законопроект о лоббистах. И вы увидите, кто лоббирует, грантовая помощь это фактически сегодня превратилась в подкуп и коррупцию, только такую узаконенную. Да, это заплата. Так же, как и в нефтегазе 46 миллионов, это узаконенное мародерство просто такое, открытое, наглое и так далее. Да. Ну, Сергей, вот учитывая, что мы в финале, наверное, как бы стоит подвести какой-то итог сегодняшнего разговора. И я бы задала в итоге такой вопрос. Можем ли мы сегодня вернуть субъектность? Мое мнение, что для этого, как, знаете, принято банально говорить, нужна политическая воля. Будет политическая воля у президента? Вот есть, мы сегодня назвали несколько моментов, которые нужно, где нужно просто перекрыть кислород, через который хлещет просто механизм вот этого влияния в Украину, который делает его фактически колонией сегодня. Тут, знаете, Наташа, можно пару слов, пару мыслей на этот счет. Понимаете, мало президенту, мало просто отключить этих ребят от управления. Если он не понимает, что делать после этого, возникает интересная патовая ситуация, где, ну, сейчас, понимаете, мы с одной стороны опутаны вот этими людьми, которые, мы четко видим, что они для нас, как для страны, как для населения, они не приносят пользы. Они не дают нам толчок просто, который мы ожидали, глядя на страны Восточной Европы. Если бы у нас было вот как в Польше, да, там, как в Словакии, то мы бы понимали хотя бы за что мы поддали свой суверенитет, часть своего суверенитета. Но у нас этого не происходит. Но если мы их отключаем, но ничего не предлагаем взамен, возникает вообще, как бы, знаете, такая анархия, разруха и непонятно что. На самом деле, это и есть главная, как по мне, главная претензия, которая звучит сегодня к Зеленскому, как бы в неформальных чатах. То есть те вот люди, с которыми общаюсь, они там бизнесы, у кого в этой отрасли, у кого в этой, они говорят главную вещь. Нет целенаправленной стратегии, которая ориентирована на Украину. И если мы останемся без стратегии, еще и сбросим этих товарищей, мы вдруг окажемся, знаете, действительно, вот то, чем нас пугал Петр Порошенко, лицом к лицу с Путина, с коллективным Путиным. Если вы смотрели недавнее интервью Андрея Иларионова Дмитрия Гордона, Иларионов рассказал интересную штуку. Во все эти годы Россия строила тотальную систему контроля. То есть новый премьер-министр, он чем занимался? Он выстраивал интерактивную систему, где он может взять любую... Вот к нему Иларионов рассказывает, приходят к новому... Приходили к бывшему главе налоговой, а сейчас это глава правительства, люди. И он говорил, вот и ко мне сейчас пришли, где вы сегодня пили кофе? Они говорят, ну вот мы там, вот там вот, в таком-то гостинице, вот возле нее такой-то магазинчик. Он нажимал несколько кнопок и буквально через несколько минут доставал им полную выкладку с видео, где они стоят, покупают кофе. Какой чек, на какую сумму, что они покупали вместе с кофе, где они жили до этого, как они приехали. То есть в России создана, помимо вот этой вот мега-бюрократической машины, запечатанной поиск. Но это полицейское государство, да, оно не переставало быть полицейским государством, естественно. Там всегда как бы была самая важная структура. Да, там создано все то, что есть в Китае. То есть вот эта вот электронная система слежения за гражданами с распознаванием лиц. То есть, вы понимаете, это совершенно другой уровень организации. и вот Украина, ну вот Украина, да, с безусловно талантливыми людьми, но все-таки уровень организации ниже Плинтуса, все развалено. Ну, у нас нет даже такого механизма, как у России. Мы не говорим уже о том, что у нас нет механизма, как в Штатах или в Сингапуре. У нас нет даже того, что есть в России. У нас нет даже вот этой вот системы, которая способна заметить, что мы оказались, что мы где-то что-то потеряли. То есть, вот, я думаю, если сформулировать, то главное, главное, это иметь какую-то свою стратегию. Вот это. Мы же видим примеры мировые, примеры, когда там страны, я уже не буду говорить про Китай, да, потому что это там мега-страна сегодня, но есть еще ряд стран, которые буквально за 30-40 лет построили там, я не знаю, колоссальную, колоссальную страну во всех смыслах слова, действительно со стратегией, системой контроля, с мощной экономикой и так далее. И мы тоже можем, мне кажется, главная причина кардинальная в том, что последние 15 лет там, как минимум, у нас, ну, просто плевали в глаза профессионалам. Если, у нас же много талантливых людей, как вы говорите, у нас еще остались люди, которые получили отличное образование, у которых есть опыт, которые знают, как в той или иной отрасли, нужно сегодня создавать, и эти люди могут создать единую стратегию. Просто нужно работать не с, там, я не знаю, не с другом, не с кумом, не с бывшей своей любовницей или с настоящей, а действительно отдать страну профессионалам и собрать этих людей, которые, мне кажется, могли бы там за 5-7 лет навести порядок в стране. Абсолютно. Потому что все остальное это все равно тупиковый путь. Хоть колония, хоть колония с западными партнерами, хоть колония с восточными партнерами, все равно это все одно и то же, только, знаете, как пошлые пословицы, только в разных руках. Вот и все. Это разные виды колоний, да, согласен. Вот и все. Ну что, спасибо, до следующей недели тогда. Огромное спасибо, Сергей. Спасибо. Спасибо всем, кто были с нами. Спасибо. Да, я думаю, что многие наши слушатели понимают наконец, что происходит и будут к нам приходить для того, чтобы мы дальше могли это объяснять. Все, до встречи. До встречи. Спасибо, Наташа.